Книга к истинному православию автор Игнатий Тихонович Лапкин Отзывы о сладкой декларации митрополита Сергия Строгородского и ее горьких плодах Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь Настоящий доклад был прочитан в 1978 году в форуме заместителем председателя Совета по делам религий, членом ЦК КПСС В 1979 году документ этот попал на Запад, был переведен на английский язык для всех конгрессменов и сенаторов США и Канады Отец Глеб Якунин, который переслал этот отчет на Запад, был арестован И агенты КГБ тщетно добивались узнать от него, кто доставил ему этот документ, обещая сократить наполовину срок его тюремного заключения В этом докладе раскрывается страшная картина добровольного сотрудничества Московской Патриархии с Центральным Комитетом Коммунистической Партии Советского Союза В разрушении, в разложении и растлении церковной жизни во всей стране Документ этот является неопровержимым историческим памятником, свидетельствующим объективно и бесстрастно О существовании такой уродливой организации, заслуживающей номинования Советская Московская Патриархия В нравственной перспективе это попытка соединить несоединимое Прикрыть растерзанными аризами Христовыми Михаил Польский Ложь и ересь Этого нельзя сделать без известного чувства цинизма, дерзости и бессовестности Кавычки открываются Синод находится под контролем Совета по религиозным культам Эпископат можно разделить на следующие группы Их три Первое Правящие архиереи, которые и на словах, и на деле подтверждают не только лояльность Но и патриотичность социалистическому обществу Реально сознают, что наше государство не заинтересовано в возвышении роли религии и церкви в обществе И понимая это, не проявляет особой активности в расширении влияния православия среди населения К ним можно отнести Патриарха Пимена Митрополитов Таллинского Алексия Нынешний патриарх Алексий II Тульского ювеналия Волоколамского терима Ни одно рукоположение воепископы Ни одно перемещение Не проходит без тщательной проверки кандидатур А ответственными сотрудника Совета по делам религии В тесной связи с уполномоченными местными органами И соответствующими заинтересованными организациями Ряды духовенства пополнялись и за счет некоторых бывших членов партии комсомола Духовные лица стали жить спокойно, они лояльны государству Служат по седмицам, получают зарплату, лечатся и отдыхают В беседах с духовенством зарубежных церквей Епископ Гедеон, священник Калодий Бурдин Занимали патриотическую позицию Гедеон показал, что в СССР строго соблюдается Конституционное положение о свободе совести Государственным идеологическим органам удалось и священника сделать служителя культа А священник и служитель культа – это не одно и то же Священник – это духовное лицо, а служитель культа – ремесленник, который зарабатывает деньги Большинство наших священников неверующие Их богом стал рубль, которому они поклоняются Священник Жораковский МВ Главными и существенными пороками некоторых священнослужителей Являются злоупотребления алкогольными напитками Легкомысленное и соблазнительное поведение Халатное и неохотное исполнение своих обязанностей Небрежное отношение к святыне Грубость, сквернословие, стяжательство, самомнение, самоуправство и неподчинение Это оценка управляющего уфимской епархией Феодосия в рапорте Пимену Анализ кадровой проблемы приводит нас к определенным политическим выводам Они состоят в том Что духовенство Русской Православной Церкви Хотя и лояльно к советской власти Но остается корпорацией идеология Которая несовместима с нашим мировоззрением Совет стремится ограничить, нейтрализовать их влияние на верующих Решительно пресекает действия фанатиков и экстремистов Это позволяет нам следить за деятельностью служителей культа Не давать поблажек церкви, держать ее в руках Как и в прошлые годы, окончившие семинарии и академии Стремятся получить приход в городах и районных центрах Всячески отказываясь от сельских приходов Уполномоченные Совета в тесной связи с местными органами власти Как и в прошлые годы принимали меры к недопущению приема в духовные школы фанатиков Экстремистов и психически больных людей Это дает возможность воздействовать на будущих служителей культа В необходимом для нас направлении Вы знаете, что среди ваших учащихся еще немало юношей с отрицательными взглядами на земную жизнь Воспитанных фанатическими бабушками и родителями Эти взгляды необходимо переломить Так, в Одесской семинарии проведены следующие лекции Успехи КПСС и Советского правительства Владимир Ильич Ленин и культурная революция Семь подобных лекций В соответствии с постановлением Совета от 29 июня 1974 года Кавычки открываются О состоянии контроля за деятельностью духовных учебных заведений Русской Православной Церкви Мы и впредь будем Уделять постоянное и неослабное внимание вопросам контроля И усиления своего влияния на подбор и расстановку кадров Руководящего и профессорского преподавательского состава Духовных школ Изучение их настроения Поведение определенной работы по снижению их религиозной активности Принимать все необходимые меры для пресечения попыток фанатично настроенных лиц Проникнуть в духовные школы, на преподавательскую работу или в число учащихся Об издательской деятельности Московской Патриархии В Совете проходит предварительный просмотр текстов, внося замечания и правки Которые редактор или ответственный секретарь редакции ЖМП воспринимает правильно Ответственными сотрудниками Совета тщательно просматриваются все материалы журнала, предназначенные к публикации Журнал ЖМП старается сохранить и укрепить позиции религии и церкви Скрыть от читателя действительные скрытые кризисные явления, происходящие в РПЦ Отличительной особенностью журнала является оптимистический характер подавляющего большинства его материалов Касающихся проблем религии и церкви в нашем сегодняшнем социалистическом обществе и в перспективе Журнал подвергает резкой критике капиталистический мир Всячески мистифицирует роль церкви и ее значение в общественной жизни Патриарх Пимен называет Евхаристию таинством таинств, заявляет, что она является основным выражением жизни церкви Еще цитата Русская православная церковь никогда не считала богослужебный обряд неизменным и неприкосновенным ЖМП номер 2, 1973, страница 73 Контроль за журналом следует и впредь усиливать, более требовательно относясь к рукописям Устраняя из них пропаганду святых мест и другие материалы, которые могут активизировать церковь Настоящий лик московской патриархии, 1991, 80, страница Еще цитата В нарушении всех канонических норм в 1943-1945 годах богоборческой властью была создана совершенно новая, чуждая православная традиция и религиозная организация тоталитарного типа С новыми, ранее не существовавшими церковными правилами С 988 года православие стало на Руси государственной религией Вместе с крещением князем Владимиром была принята византийская модель отношений к государству и церкви Царепапизм, означающий фактическое подчинение церкви абсолютной царской в дальнейшем императорской власти Насильственное прекращение в XVIII-XIX веках соборности церкви В первую очередь выборности по принципу авторитета и заслуг священников и епископов Самими верующими превращение епископов в назначенных правительственных сановных чиновников и рабовладельцев А священников в надсмотрщиков за рабами Все это привело к глубочайшему духовному кризису в России Непреодолимому разрыву между просвещенной элитой и народом И в конечном счете катастрофе 1917 года Церковь теряла авторитет в народе Росла пропасть между верующими и священником Между рядовым духовенством и епископатом Иван Аксаков писал в XIX веке Церковь превратилась у нас в подобие немецкой канцелярии Прилагающей с неизбежной ложью порядок немецкого канцеляризма к спасению стада Христова На поместном соборе 1917-18 годов должны были рассматриваться вопросы о канонической и богослужебной реформе Минея богослужебная книга была уже переведена на русский язык Но осенью 1918 года работа собора была прервана большевиками По уставу 1917-18 года высшее церковное управление В случае невозможности его канонического предложения упразднялось вообще В 1927 году митрополит Сергий Строгородский опубликовал свою знаменитую декларацию Этот Новый Завет Иуды с дьяволом, где радости социалистического государства объявил радостями церкви Ваши радости, наши радости, писал он Писал он коммунистическим правителям После опубликования этой декларации Официальный и окончательный раскол в церкви стал неизбежен Свыше 60 архиереев, не разделявших радости безбожников И поэтому находившихся в соловецких лагерях Декларацию не признали Канонически законные архипастыри Благословили верующих на неподчинение самозванцу Сергию И на уход в катакомбы В 1930 году митрополит Сергий заявил иностранным журналистам Что в России церковь не преследуется И это в том самом году, когда был закрыт последний монастырь Их было 1275 А число новомучеников стало измеряться сотнями тысяч В 1934 году новый Иуда стал кощунственно именовать себя местоблюстителем При живом и законном местоблюстителем митрополите Петре Страдавшим за Христа в заключении Дьявол, как отец всякой лжи, отнюдь не щадил И примкнувшись к бывшему митрополиту отступников К 1939 году В СССР легально действовало около 100 приходов Из 57 тысяч И только 4 подчиненных митрополиту Сергию Архиерии Патриархом Сея Руси на соборе 1945 года Неканоническим открытым голосованием был избран Митрополит Алексий Семанский Ближайший сподвижник Сергия Острогородского Дискредитировавший себя активным позомничеством БПУ и участием в обновлеченском расколе В 1922-1923 годах За верное и продолжительное служение Советскому правительству и органам госбезопасности Постоянно получал свои 30 серебряников Правительственный ЗИЗ Дачу Отдых в Крыму Круизы на комфортабельных пароходах Спецвагон для железнодорожного передвижения Продовольственное и медицинское спецобслуживание До самого распада СССР Московская патриархия снабжалась деликатесами И алкоголем с Кремлевской базой Все руководители Сталинско-Беревской церковной иерархии Награждались за заслуги в деле строительства коммунизма Орденами Медалями и почетными грамотами В том числе и от КГБ СССР Патриарх Алексий I Стал рекордсменом среди советских архиереев по орденам Четыре ордена Трудового Красного Знамени Воистину секта Отцов Звездонья Как показало раскрытие архивов КГБ Самая красная патриархия под прикрытием богослужебно-религиозной деятельности Фактически являлась подразделением МГБ И вот почему после того как Пуповина связывавшая МП с ее материнской организацией Четвертым отделом Пятого управления КГБ В 1991 году была порвана Русская православная церковь оказалась неспособна к самостоятельному церковному служению Вот как описывает впечатление о встрече с Иосифом Сталином 10 апреля 1945 года Патриарх Алексий I и мантрополит Николай Полное счастье видеть лицом к лицу того Одно имя которого с любовью произносится не только во всех уголках нашей страны Но и во всех свободолюбивых и миролюбивых странах Мы высказали Иосифу Виссарионовичу нашу благодарность Беседа была совершенно непринужденной беседой отца с детьми В 1947 году по случаю празднования 800-летия Москвы Патриарх Алексий заявляет Что ведомая им религиозная организация Осуществляет усердную всесерковную всероссийскую молитву О державе, победе, мире, здравии и спасении Всех доблестных руководителей нашей страны Во главе с нашим великим мудрым вождем Твердо ведущим нашу родину по издревле священному пути Мощи, величия и славы Смерть основателя Русской Православной Церкви Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина Стала тяжелым ударом для его духовных чад Патриарха Алексия Семанского и его подручных И ввергла их в тяжкую скорбь Поминать свое божество как раба Божьего Иосифа Стандартная формулировка церковного поминовения Показалось с богословской точки зрения унизительным Поэтому на заупокойной службе поминали усопшего вождя Как генералиссимуса Иосифа В слове перед панихидой патриарх Алексий I благовествовал Великого вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало Упразднилась сила Великая Общественная Сила в которой наш народ ощущал собственную силу Которую он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях Которую он утешался в течение многих лет Нет области куда бы ни проникал глубокий взор великого вождя Ни один вопрос к которым бы мы к нему обратились не был им отвергнут Он удовлетворял все наши просьбы Память о нем для нас незабвенно Даже в хрущевские времена Когда КПСС на 20 и 22 съездах Как бы покаялась в культе личности В кавычках взяты эти два слова Советские иерархи остались верны Незабвенной памяти своего отца великого вождя Служители культа остаются преданы культу своего Духовного отца основателя и по сей день От имени Московской Патриархии Ни разу не прозвучало ни слова покаяния За эти позорнейшие страницы прошлого В июле 1983 года В городе Ванкувер Что в Канаде На 6-ю генеральную ассамблею В составе религиозной организации СССР Включающей 120 человек Направлено 47 агентов органов КГБ Из числа религиозных авторитетов Священнослужителей и технического персонала Центральный архив КГБ СССР Сегодня очень непросто понять Где кончаются интересы КГБ И начинаются интересы Патриархии Очевидно линию водораздела провести уже невозможно Среди духовенства чекисты с панагиями Хотят видеть бездумных требоисправителей Православных шаманов Поощряющих всевозможные суеверия и магизм Московская Патриархия упорно отказывается признать Правду о самой себе В корыстных целях искажает свою историю Сочиняя собственную мифологию Для обоснования всего мнимого происхождения От святого князя Владимира Преподобного Сергия и патриарха Тикона После опубликования комиссии Верховного Совета России Части архивных материалов КГБ Об агентурном служении высшего духовенства РПЦ Под напором гласности Патриархия в 1992 году Была вынуждена создать свою комиссию Возглавляемую епископом Костромским Александром по расследованию фактов сотрудничества Представителей церкви со спецслужбами Но за прошедшие годы Эта комиссия не представила никаких следов В своей деятельности Подлинной целью комиссии является Не раскрытие при лицом церкви правды О позорных заслугах родства РПЦ Перед социалистической родиной А напротив ее сокрытия В 1992 году парламентская комиссия По расследованию причин и обстоятельств ГКЧП вынесла частное определение С расположением запретить использование Духовенства в качестве секретных Сотрудников спецорганов Из иерарха в церкви Лишь литовский архиепископ Хризас Том Нашел мужество открыто подтвердить Своё агентурное прошлое под кличкой Реставратор Стар сотрудничества 18 лет Будучи порождением тоталитарного режима Московская патриархия Отказавшись от соборного устройства Сама является организацией тоталитарного типа Естественно, что она Не находит в себе места В свободном демократическом обществе Этим объясняется ее тяготение К политическим образованиям Коммунистического и национал-патриотического толка Имеющим аналогичную тоталитарную структуру Своих организаций Лица, продвинутые на высокие церковные посты По указанию спецслужбы Должны ответить перед верующими За все пособничество безбожному режиму Или хотя бы принести публичное раскаяние за свое иудино прошлое Только избавившись от наследия коммунизма Церковь может стать общественной силой Открыть уста для проповеди Иначе РПЦ превратится в реликтовый энтографический заповедник В торгующий обрядами магазин Для невежественного и невоцерковленного народа Священник Глеб Якунин Подлинный лик Московской Патриархии 1934 год Окончил сельскохозяйственный институт Биолог В 1962 году рукоположен священника В 1965 году со священником Николаем Эшлиманом Обратился с открытым письмом к Патриарху Алексию I О положении Православной Церкви СССР И о предательстве интересов Церкви Руководством Московской Патриархии Продолжение следует